Свобода в Лондоне в клубе Открытой России. Лондон и Москва. Два мегаполиса, две столицы бывших империй, полюса Европы. Снобизм, гигантомания, миграционные процессы, отношения к чужой культуре и чужакам. Мэр Лондона и мэр Москвы. Русские в Лондоне, аполитичные эстеты или оппоненты Кремля. Писатель Зиновий Зинник, журналист Петр Померанцев, общественный деятель и предприниматель Владимир Ашурков. Совместный проект «Радио Свобода» и «Открытая Россия». Самый простой вопрос, самый простой, ну, хотя бы одна вещь, которую вы любите и ненавидите в Лондоне и в Москве. Есть сейчас, нельзя от этого уйти, связь Лондон-Москва. По крайней мере, у москвичей в голове. Это совершенно не я. Слушайте, вообще-то у Лондонцев, наверное, тоже, потому что у кого недвижимость выросла на сколько процентов после того, как скупили русские и постсоветские олигархи какой-то, конечно. Мне кажется, более сложный там процент. Хорошо, молодец, вы нам объяснили, как специалист по коррупции. Нет, есть, есть, есть новая связь. Это не я подметил, это, кажется, мой журналист Пан Джида первый подметил, и, может, он у кого-то украл, что если сейчас Чехов писал «Три сестры», они, конечно, говорили все время в Лондон, в Лондон. И вся русская элита там из хороших семей мечтает в Лондоне, большинство не мог туда доехать, а те, кто и доехали, они попали в какой-то идейный рай. Эта связь, конечно, есть. И все, ну, сериал был там «Лондонград», она остается недавно. Точно есть эта идея, что Лондон куда нужно стремиться. И мы можем осудить, почему так стало. Почему? Пожалуйста, почему? У меня есть теории. Если мы говорим о телевидении, именно о телевидении, да, в 70-е, когда начинается русский сериал, гениальный, там, ну, по Шерлоку Холмсу, там еще Сака Форсайта, все о Англии. Я так это трактуюсь, что уже бреведческий период, своих идеалов уже нет, уже нельзя делать там «Я шагаю по Москве», это уже невозможно, да? Да, правда. Хочется вернуться в старую игру и стать опять там русскими аристократами. Нельзя было через свою культуру, потому что это антикоммунистическая идеология. И через английскую литературу разыгрываешь свои потерянные аристокрические истоки. Конечно, главным это Михалков, Михалков, который играет графа Баскервилля, наконец-то дорвался до тот аристократ, которым он стал после конца перестройки. Ну, парадокс, значит, Россия через, это тоже эпоха телевидения, да, когда начинается вот великое русское телевидение и русские сериалы. И, кажется, Кирилл Кобрин почитал, там где-то 70% были по английской литературе 19-20 века. И тогда и культ этого Джеромка Джерома, Эймил, который вообще здесь никто не знает, да. Значит, так поздний советский человек переживал свои потерянные аристокрические истоки. Парадокс следующий. И, чтобы политически потом разыгрывать это после, в 21 веке, да, когда Михалков становится, боже мой, русским аристократом, чтобы вернуть себе эту важность, нужно выбрать Великобританию как враг, потому что они тогда были врагами в 19 веке. Чтобы играть роль Великой России 19 века, нужно опять выбрать Англию как враг, и Великобритания опять становится, типа, вот главным врагом. Из генеральной книжки Игоря Панарина, да, такой, а, вы не знаете, кто, один был замглават диплом академии, такой, знаешь, который сошел с ума совершенно. У него целая книжка, что Великобритания еще контролирует весь мир, тайно контролирует Америку, нет, ну он советник там, он стал советником опять. Безусловно, да. Но, как ни странно, чтобы Россия сейчас опять чувствует себя великой, ей нужно опять играть роль 19 века, ну чаще всего холодную войну разыгрываем, но тоже 19 века, и в этой игре Англия должна быть важным врагом. Самое ощущение, что Англия давно уже ушла из этой парадигмы, вообще думает о себе вообще в другом мире. Ну вот, ну вот такие странные диалектики происходят. Это диалектика, я вообще не знаю, что такое диалектика. Я был в английской школе, у нас не было диалектики. Это метафизика, все, такая метафизика. Ну вот, слушайте внутреннее название этой программы, у меня есть несколько внутренних названий этой программы, это метафизика и политика обеих столиц. Вот так, что Петя буквально снял у меня с языка эту идею. Ну это такая, ну я бы сказала, опять же, метафизика из области выдуманных телевизионных конструктов. Но это правда ужасно интересно, почему, я думала, почему не Франция, почему не Испания, почему действительно Англия становится таким. А в Франции это не революция, а Россия хотела уйти от революции. В Франции было бы там, ну там, Викториу Го и что, пусть смысл этого. Да, действительно. Надоели уже революции. Я не знаю, что Володя по этому поводу думает, но у меня такое ощущение же все-таки, что в России все-таки всегда ищут что-то такое, соответствующее их воображению. И воображение действительно, как Петр сказал, это вот выдуманная Англия, она до сих пор продолжает существовать как некая реальность. Совершенно реальность, на самом деле, английская, она игнорируется абсолютно. Даже российская реальность, мне кажется, в России говорила. Абсолютно, я бы это хотела сказать. Давайте все-таки начнем с ваших предпочтений или нет предпочтений, потому что и Петя, и Зиновий как-то, ну все-таки ушли от моего прямого вопроса, что вы любите и что вы не любите в Лондоне, например. Давайте с Лондона начнем. Что вы любите в Лондоне? Ну, давайте я на двух аспектах остановлюсь. По одному из них Лондон с Москвой отличаются, а по другому они похожи. Все-таки. И поскольку в последние годы я занимался в основе политикой, общественной деятельности, это будет немножко связано с этим. Первое – это отношение государства и общества. И потому что в Англии давно устоявшееся демократическое общество без каких-то особых изменений и пертурбаций. Многие вопросы, в принципе, в обществе решены. Отношение к истории, экономическая структура и так далее. И поэтому, когда возникает какой-то вопрос современный, по которому общество разделено, например, выход Шотландии из Англии или сейчас актуальный возможный выход из Евросоюза. Евросоюз, конечно. Люди имеют очень полярные взгляды на это. И примерно половина за, примерно половина против. Это заставляет политиков, поскольку у них очень большая вероятность проиграть, потому что несколько процентов туда-сюда, и твоя идея, твоя партия проигрывает. Очень быть в контакте с общественностью. И это заметно на всех уровнях. На том, как для людей работают местные советы, на уровне города, на уровне Соединенного Королевства. В России же, поскольку свободный период в России начался совсем недавно, многие вопросы совсем не решены. И отношение к истории, и роль государства, и роль России в мире. Она империя, она просто страна для людей. И власть, безусловно, умело использует вот такие разные мнения по основополагающим вопросам жизни страны для того, чтобы как-то разделять и властвовать. И в России, конечно, вот эта вот связь между обществом и властью на всех уровнях, на уровне и местных советов, и регионов, и, конечно, на национальном уровне ее нет. Это первый аспект, по которому есть разница. Второй аспект, который, мне кажется, похожий Лондон и Москва, это то, что это оба города таких космополитичных. Вот у меня есть друзья, которые не так давно переехали в Валенсию, в Испанию. И они замечают, что к ним от местных жителей достаточно такое настороженное, недружелюбное отношение. И они стали как-то с ними разговаривать, и они говорят, вот у нас в Испании за последние сто лет была довольно сложная история. У нас была гражданская война, брат шел на брата, потом был какой-то режим Франка, тоже большие репрессии. У нас вот вся эта земля обогрена кровью, но мы никуда не уезжали, мы вот здесь жили, как-то боролись и так далее. Вот сейчас у нас как бы общество относительного благополучия. А вы почему-то приехали к нам и хотите, чтобы мы к вам относились как-то дружелюбно и принимали вас в нашу социальную структуру. А почему бы вам не решить те проблемы, которые есть в России, у себя дома. И в Лондоне такого совсем нет. И любой иностранец, который сюда приезжает, он в принципе способен добиться очень многого. И если мы говорим опять о политике, у меня, например, есть знакомая уроженка Германии, которая здесь стала членом парламента. Или тот же самый пример Садик Хана, который, будучи сыном бедных иммигрантов из Пакистана, стал мэром Лондона. То есть здесь социальные лифты работают, несмотря на имидж такой вот английской аристографической системы, истеблишмента, куда иностранцу очень сложно пробиться. И мне кажется, в Москве это тоже работает, потому что за последние сто лет население Москвы перемешалось очень сильно. Это сначала большая миграция из деревни в город, потом репрессии, потом эвакуация, потом уже после перестройки. Конечно, Москва стала магнитом для всех активных людей, которые могли в Москве получить хорошую работу, заниматься бизнесом, использовать ее как трамплин для перемещения куда-то в другую страну. Вот здесь, мне кажется, есть сходство между Лондоном и Москвой. Вот с этого момента, опять же, поподробнее. Мы спорили перед началом нашей работы. Космополитичный город, глобальный город, мы сейчас говорим и о Москве, и о Лондоне, в чем разница? И для меня очень важный вкус, такое отличие городов, это то, как общество принимает чужих. Вот история с новым мэром лондонским, она в Москве в настоящий момент совершенно невозможна. Не может выходец из мусульманского мира стать мэром русского города, русского, русской столицы. Я говорю сейчас об ориентации на национальную империю. Пожалуйста, давайте спорить. Я совершенно согласна, что огромные миграционные процессы привели к очень сложной и интересной структуре в России, вообще в больших городах. Это не только Москве касается, это касается больших городов. Но как устроены эти социальные лифты? Мне кажется, что, ну, то есть поскольку про лондонский снобизм я могу только догадываться по литературе и тому, что рассказывают товарищи. А уж про московский снобизм я прекрасно все знаю, как человек из региона и как вот там устроены все карьерные и межкарьерные ходы. Московский снобизм один из самых снобских снобизмов в мире. Я скажу, Петь, пожалуйста. Ну, а Собянин откуда? Я не очень понимаю. Из Тюмени. Из Тюмени, да. Ну, нет ничего меньшинства, кажется. Все знают социальный лифт. Ты попадаешь к Путину в команду, и он тебя ставит туда. Социальный лифт очень... Это не лифт, это некий кран. Кран подъемный, да? Нет, 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 слушай. Исторически, конечно, то, что Москва показывает, что вообще социальные лифты лучше намного работали. Реально можно было выйти из низов и стать Хрущевым. И не стало лучше от этого. Главный миф, что если придет человек из рабочей семьи или из аутсайдер власти, всегда был миф, что он сделает все лучше. Оказывается, что не связана нравственность и социальные лифты. Что очень депрессивно, конечно. Но в Англии, конечно, была жарственная проблема с этим. И вся наша внутренняя драматургия про это. Вопросы декан только что почему так медленно. Что только после 40 лет иммиграции, или 60 лет иммиграции, стал второго поколения пакистанец мэром. Очень мало политиков из национальных меньшинств. И это позор, и это огромная проблема в стране. Кстати, хан-то хоть какой-то шаг вперед. Но вообще проблема огромная. Петя, Зиновий. Нет, я думаю, что, я не знаю, Петр меня тут поправит. Потому что все-таки Петр вырос здесь. Я только 40 лет здесь живу. Уже взрослый человек. Но есть огромная проблема. Это не проблема. Это разный темперамент отношения к другим, к чужому. И я по своему темпераменту, мне всегда было скучно. Я считал, что я уехал из Москвы. Я в тот период уехал, когда немыслимо было, что я когда-либо вернусь. Поэтому я всегда искал что-то такого, что на Москву не похоже. И начинал я с каких-то задворков. Я какое-то время жил в Хакне, который не то Хакне, который сейчас вы знаете, шоу-дичи и так далее. Это была родина настоящих панков, то есть рабочих парней, которые могли тебя убить вообще. Но все равно я рвался. У меня какой-то такой мазохистский, наверное, идея вот так вот войти в самый страшный паб. И это самое страшное ощущение на самом деле в Англии. Ты входишь в такой паб, а там такой легкий дымок, тогда еще курили. Музыка какая-то, какая-то певица. И сидят такие четыре спины местных дядьки и пьют пиво. Ты входишь, пабликан, бармен, тут же выключает музыку. Вошел чужой человек, молчание. Потом начинаешь заказывать, что такое заказываешь. Главное не смотреть в глаза, так сказать, заказываешь. Потом осторожно, где-то минуты через четыре, говоришь, что... Isn't it nice weather outside? Молчание. Yes, indeed, да. Слушайте, а вы за углом что-то? Да, я видел вас. Через буквально минут 20 вас из этого паба не выпустят. Вам расскажут всю свою жизнь про любовниц, чем жена хороша, чем жена плоха. Почему с работой не... Всю жизнь вам расскажут. Вас не отпустят. Это страшно разговорчивая нация. Я не хочу обобщать, конечно, но в принципе это нации торговцев, лавочников, как говорили про Маргарет Татчер. Это нации лавочники любят разговаривать и любят завораживать клиентов. Другое дело, что ты должен быть человеком определенного класса. И эти классы, они не смешиваются. Ты можешь быть садиком ханом, мусульманом и так далее. Но если ты кончал определенную школу, если ты кончал определенный университет, к тебе относятся как к своему. Какой бы кожи ты ни был. Это страна расистская в том смысле, что происхождение человека, его этническое происхождение очень важно, потому что англичане до сих пор считают, чуть ли не подравинистски, что твое семейное происхождение, твое этническое происхождение определяет твой темперамент. Но здесь любят экзотику, здесь любят чужое. Здесь всем нравится, когда ты отличаешься от других. Потому что людям, вообще говоря, скучно. Когда в Англии ты на dinner party в пабе, первый вопрос – what do you do? Чем вы занимаетесь? Если ты приходишь на тусовку здесь с какими-то… Я был несколько раз на формальных таких суаре с русской элитой местной. Если спрашиваешь вопрос, чем ты занимаешься, просто испуг появляется. Потому что понятно, что они отбывают здесь деньги. Они вообще не должны здесь быть. И лучше всего не говорить свое имя. Есть маленькая пластыка, которая уже расслабилась. Абрамовичу уже не нужно скрывать что-то. Но многие не должны здесь быть. А на вопрос, чем вы занимаетесь, это вообще нельзя, кажется, задавать. Нельзя говорить про семейные вещи тоже. Нужно только… Есть 29 темы разговора. Современное искусство. Это абстрактно. В смысле абстрактно, не лично. И футбол. Вот про что можно разговаривать. Очень сложно. Но опять, это не что-то духовное или такое метафизическое. Это просто тупо политическая такая ситуация. Слушайте, можно Володю послушаем? Потому что вот вы прямо… Мы сейчас запьем его. Я же как в основном. А как в мире вот этих волков бизнеса обстоят дела? Я как посторонний человек говорю. В мире волков бизнеса, как и в принципе в любом обществе, все обстоит по-разному. Ну, мне кажется, безусловно, сходств между английским обществом и российским, ну так, московским, скажем, конечно, больше, чем различий. И мне кажется, имперская история, как Великобритании, так и России, она приводит к такой достаточно открытой культуре. Понятно, что любое общество, там есть какая-то дифференциация мнений, и оно эволюционирует. И в Англии есть ксенофобия, и мы видим растущую популярность Юкипа. И в то же время мы видим пример Садика Хана. При том, что в Лондоне 12% населения всего мусульмане, за него проголосовало где-то 56% всех лондонцев. То есть это не люди не голосуют по этничности, по религиозным границам. И то же самое, мне кажется, в России и в Москве. Вот Петя упомянул пример Сабьянина. Мне кажется, более интересный и подходящий пример Шойгу. Это один из самых популярных политиков, государственных деятелей в России. Если бы завтра он пошел на выборы, где не было бы Путина, я уверен, что у него были бы большие шансы на избрание. И при этом он тувинец, он буддист, и он особо этого не скрывает. Один из самых популярных людей. Вот наш Садик Хан был. Да, но в Москве нет общества. Вы говорите об обществе. Общества нет, как таково. Общество всегда есть, наверное. Не знаю, общество, конечно, когда зайдешь в ресторан, там есть общество. Нет, я бы свернулась здесь к первому, о чем говорил Володя, когда он говорил о разнице между Лондоном и Москвой. Он говорил об отношениях общества и государства. Общество есть, но просто государство в последние годы проводит политику столь антиобщественную. Я позволю себе так, наверное, сформулировать, что обществу довольно трудно предъявлять свои настоящие интенции, свои настоящие мысли и страхи в том числе. Одну забавную статью я читала буквально перед вылетом в Лондон. Она касается того, как люди реагируют на социологический опрос. Оказывается, они просто врут, когда звонят им по телефону, включаются страхи, что откуда этот человек знает мой телефон. То есть соцопросы, то есть эти все знаменитые 86% поддержки. Понимаете, да, оказывается, я думаю, что это все нужно очень сильно проверять и перепроверять. Но это и свойство человека вообще, он думает одно, говорит другое, говорит одно и делает третье. Так что я думаю, что в Англии это тоже очень развеет. У меня есть анекдоты по этому поводу в связи с документалистикой. Я же в России снимал такие трэшовые реалити-шоу и документальные фильмы. Очень интересная была реакция на камеру. Большинство людей полный испуг на вопрос, о, кто вы такой, на улице или в передаче начинают спрашивать какие-то вопросы, а кто вы такие, почему вы хотите знать это. Это была половина. А другая половина думала, ну если ты с камерой, ты от власти, нужно все рассказывать. И они стояли так, и вот так все отвечали. А в Англии, конечно, нет таких проблем. Люди понимают, что это такая некая игра, паранойи нету и так далее. Это были такие специфики работы документалистов в Москве. Последний ответ. А мне теперь можно уйти? Вы все спросили, да? Хорошо, спасибо. Потому что если ты с камерой, главное, нужно говорить магическое слово. Мы из Останкина. И все. Они там стоят в полном испуге и все тебе расскажут. Бабушки сдадут. Так. А еще одно отличие выяснили. Вы, Петя, можно я напомню, что вы сказали ужасно забавную вещь, когда мы говорили о снобизме перед, опять же, началом. Перед тем, как мы здесь уселись под софитой и начали все это изображать, что в Англии невозможен был бы такой президент, как Владимир Путин. Именно из-за снобизма. Нет, я бы говорю, это про социальные лифты. Нет, был Джон Мейджи. У нас был, ну, недавно достаточно, очень маленький период, человек даже не из среднего класса, да, он из низших классов, без высшего образования, и он стал премьер-министром. Ну, все-таки политический класс такой, ну, он достаточно из одной финансовой и каста, и почти все закончили один предмет. Образование. Образование, да. Даже много тоньше, чем это, все закончили один предмет, который только есть в Оксфорде, PPA. А что это? Это предмет, который ты делаешь, если ты будешь политиком. Уже в 16-17 лет ты уже знаешь, и ты идешь в Оксфорде, ты делаешь, предмет называется, политика, не, ну, это специфический, политика, философия и экономика. Его нет в Кембридже, значит, политика очень редко, будущий политик почти никогда не ходит в Кембридж, да, потому что 70% в Оксфорде ходит. Значит, уже с 16 лет ты уже должен был идти на один этот предмет в одном университете, и это почти весь политический класс, или ибористский, и консерваторский. Значит, конечно, это люди, и чтобы попасть на этот курс, ну, очень сложно быть или из очень хорошей государственной школы, которые более элитные, чем частные школы, или из частной школы. Но, конечно, это все люди из одной касты, в этом плане нереально кажется, что русская система намного более открыта, там просто главное быть под лицом, а из какого-то социального класса неважно. Вот, да, вот это очень важно. Я шучу, конечно, есть очень достойные люди. Это очень важное замечание, я все хочу понять, почувствовать разницу, так сказать. Вот, Петя, если мы переводим этот разговор в моральную плоскость, то сразу все становится понятно. Это власть, которая начинает вредить своему народу, по одной простой причине она сидит на нефтяной трубе. Я, ну, как бы, тоже отчасти шучу, но это так называемые ресурсные экономики. И люди, которые владеют этой ресурсной экономикой, они, соответственно, выстраивают и свои отношения с обществом. Володя, я не права, я слишком упрощаю картину мира. Мне кажется, мы смотрим на это с очень такой узкой, узким объективом, с узкой апертурой. В принципе, история России, это всегда была история несвободы уже много веков. И при всех сокращениях гражданских, политических свобод, которые мы наблюдаем за последние, не знаю, 15 лет, последние 25 лет это самый свободный период в истории России. Со всех точек, ну, там, с большинства точек зрения. И у меня нет сомнений, что этот путь к свободе, он, безусловно, возобновится. Неизбежно был какой-то вот такой вот переход от авторитарной, от тоталитаризма Сталина, неизбежный переход к авторитаризму Брежневской поры и затем к клептократии Путина. Это естественный процесс, и ворюга, мне кажется, большинству людей будет милее, чем кровопийцы. Этот период к клептократии, на мой взгляд, он подходит к концу. Тем или иным образом в ближайшие годы, не знаю, 5-10 лет, он перейдет во что-то другое. И очень интересно жить в это время, когда мы будем наблюдать вот на следующем этапе, куда Россия направит свои стопы. Вы верите в то, что фонд борьбы с коррупцией внесет свою лепту, так сказать, в разоблачение вот этих имеющихся клептократов, которые, мне так кажется, уже из ворюг потихоньку в кровопить превращаются, если иметь в виду грузинскую компанию и украинскую компанию? Ну, одна, если говорить о борьбе с коррупцией, то, наверное, то, что Алексей Навальный стал таким вот признанным, наверное, лидером оппозиции, главным политическим оппонентом Путина, я думаю, не погрешу против истины, если так его назову, это то, что он идентифицировал коррупцию как такую точку, которая всех будет бить за живой. Политическая коррупция, экономическая коррупция. И, в принципе, с нуля построил некую организацию, построил себе политический капитал, и, наверное, там самая такая высокая точка, которую он добился, почти добился второго тура на мэрских выборах, когда около чуть меньше 30% москвичей, которые пришли на выборы, проголосовало за независимого такого политика. Можно я скажу? Политическое, это скорее вопрос, потому что я все-таки жил при советской власти, и борьба с коррупцией это традиционное занятие было советской власти, и карикатуры в крокодиле тоже, они этому посвящали многие страницы крокодил. Борьба с коррупцией происходит в странах, где законы такие, и вообще образ жизни такой, что совершенно ничего нельзя сделать без коррупции. Турция тому же пример, а Казахстан еще лучше. Бразилия, когда общество, хотя есть оно или нет, я сомневаюсь, что оно есть в России, а когда оно устроено так, что ничего совершенно при полном беззаконии, ничего вообще нельзя сделать в финансах, поставить телефон или что-то такое, то нужно давать деньги, потому что механизм функционирования этого общества невозможен иначе. При этом еще придумываются законы наказания за эту коррупцию, чтобы у власти были еще какие-то возможности человека прижать. Что же касается самой власти, то мы как-то забываем, что она, я тоже не политолог, и ППИ не кончал. Но я могу сказать, что со стороны отсюда, из Лондона, видно, что никаких изменений в России не произошло. Страной правят абсолютно те же люди, которые правили ей до 1991 года. Это КГБ и это бывшие советские руководители. Это началось с Ельцина. Почему российская интеллигенция допустила все это? Нужно читать, наверное, Григорианца, который все это предсказывал. И ничего в этом смысле... Имеется в виду Сергей Григорианц, известный деятель правозащитного движения, активнейший противник спецслужб и в этом смысле один сторонник иллюстрации, в этом смысле один из самых радикальных правозащитников. Ничего не было сделано, ничего не было сделано то, что было сделано в Польше. Российская интеллигенция занималась или сотрудничеством прямым с властью новой, наращивая свои личные капиталы, или была в восторге от отсутствия цензуры и издавала протопопа Аввакума. Я не знаю. Короче говоря, ничего не изменилось. Как не изменилось в каком-то смысле и в Лондоне. Потому что моя первая... Вот мне же удивительно сейчас все это. Смотреть на вас, все говорят по-русски. По-русски... Вот здесь вот Наташа Рубинштейн сидит. По-русски русскую речь можно услышать было в 70-е годы, даже в 80-е, до революции, то, что называется. Только на русской службе BBC. А первый раз я услышал русскую речь на улице только четыре года спустя моего пребывания в Лондоне. То есть в 79-м году я шел по улице Хай-стрит, Кенсингтон, главная улица Кенсингтона, и вдруг за спиной я услышал, где советское посольство было, вдруг за спиной я услышал, с Иваном Ивановичем пора кончать. Это первая фраза русская, которую я услышал в Лондоне. Как вы понимаете... Я страшно испугался. Во-первых, я стал переживать за Ивана Ивановича, я думал, может, надо обратиться к полицейскому, что готовится какое-то покушение на какого-то Ивана Ивановича. Потом я, естественно, как-то неохота было себя... Я решил, что, может быть, имеется в виду, что там подошел срок его отбытия в Москву, кончать в том смысле, что, я не знаю, кончился срок его службы в Лондоне. Короче говоря, я оглянулся и увидел этих людей в шляпах, которые мы знаем из фильмов Джеймса Бонда. Так вот, прошло сколько? Уже лет почти сорок, да? И тут вот Кен Ливингстон, которого я очень не люблю, очень, действительно, очень не люблю, это очень опасный, неприятный человек. Я не журналист, хотя я многие годы занимался... У меня была программа своя, радиожурнал «Вестент», о котором я рассказывал, где я рассказывал разные истории того, что происходит вне России. Но однажды мне пришлось действительно... Я имею в виду не журналистом, потому что я не занимался непосредственно политическими темами. Но однажды мне пришлось беседовать с Кеном Ливингстоном, и он сказал, «Я хочу сделать Лондон открытыми воротами для русского бизнеса». Мы знаем, чем это закончилось, но главное, он отдал Трафальгарскую площадь для празднования Нового года, Росского Нового года. Большего идиотизма я не видел. Вообще это нечто грандиозное. Мне жалко, что это не было заснято. А в каком году это было? Это началось где-то в конце... Где-то в начале 90-х. Почему прежний мэр Лондона не хотел Европы? Вот я вообще не понимаю, почему, так сказать, такие сложные отношения с Евросоюзом... Неужели такая... Борис делает просто карьеру себе. Я думаю, Петя может это и вложить лучше. Нет, я думаю... Да, да. В общем, вопрос, почему Борис Джонсон за выход из Евросоюза, когда он вообще не за выход из Евросоюза... Ну, очень просто. Он хочет быть следующим лидером консервативной партии. Большинство членов партии, которые выбирают лидера против Евросоюза, не важно, что он сам думает. Главное сейчас ему показать себя как лидером, ну, что он их человек, и когда будет выбор следующего лидера, они за него проголосуют. Потому что неважно, это проиграет он или нет. Да, неважно, проиграет ли вы. Это просто он был... Он себя выставляет как лидер партии после Кэмерона. Он против Осборна, да? Он будет Осборн, который сейчас за то, чтобы Англия осталась в Евросоюзе. Борис часто говорит, что он за Евросоюз. Это просто политическая игра. То есть к реальности Евросоюза это не имеет отношения. Это имеет отношение к политической реальности Англии. Я верна? Это из самых... Чем похожи немножко... Мы говорили много про политические элиты, такие не разные. Они, естественно, одним очень-очень похожи. Конечно, в русской высокой политике ценится не идеал, а игра. И некий такой культ игры, и там партии вообще придумываются. В английской политической элите это тоже есть. Некая традиция, которая начинается с частных школ, там, где ты должен все время притворяться, играть разные игры, там, где очень ценится то, что ты умеешь менять свои позиции очень легко. И, конечно, такие шпионские элиты всегда очень совпадали. То, что Ким Филби, что здесь было так много шпионов, не только связано с ненавистью к Америке, это был такой понятный повод, но очень близки все-таки были вот эти культ спецслужб, культ игры, культ масок и политика как театр. Моя любимая психогеография в Москве, психогеография такой термин, там, где, я не знаю, метафизика города это у вас называется, вы очень любите слово метафизика. Слово психогеографии придумали в Лондоне, а у вас в Лондоне употребляют слово психогеография, речь идет о том, как человек себя соотносит с пространствами и как он себя чувствует, и как эти пространства влияют на его поведение. То есть это с антропологией в общем ужасно связано, то есть с поведенческими вещами. Это связано с тем, что люди просто хотят шляться по городу и не учиться. Ну, неважно, я был один из них. Но в Москве мне всегда нравился этот момент, там, где, если бы Камергерский переулок, здесь МХАТ, здесь Дума, а в середине кафе Академия. И внутри все актеры МХАТа и все депутаты, и ты не можешь понять, кто кто. В Англии очень похожий культ театров, политики. Это не Америка, там люди что-то верят, да, здесь все-таки игра главная. И в этом плане Джонсон мог бы слег... И Мендельсон, который был главным таким серым кардиналом, мог бы с легкостью существовать и в Англии, и в России. И когда Мендельсон это слухи, я не знаю, allegedly, приезжал в Москву, ему объясняли, как работает Сурков и так далее, он говорит, о боже, я в раю, наконец-то я приехал сюда. Очень похожи, вот эти культ цинизма и игры, очень-очень похожи. И Джонсон, конечно, был бы идеальный герой. И Осборн тоже, который тоже игрок такой. Изумительно бы вписались в Москву. Петя, культ цинизма и игры похожи, а моральный результат все равно другой. Вот в чем проблема? Где эта неуловимая штука, которую мы пытаемся описать, найти и рассказать? Возможно, я очень сейчас огрублю, но вот если говорить про метафизику, то про Москву многие мои друзья говорят, адский город, вот просто город ада, вот серьезно. И даже не только те, которые приезжают из границы, а люди, которые там живут. Плохая экология, плохая вообще атмосфера дурная. А после, так сказать, нашего Крыма просто атмосфера всеобщей, всеобщей недоверии друг другу, если не сказать о ненависти. Сложный вопрос, да? Сложный. Может быть... Я не знаю, нет, ну почему, когда я был только... Я перестал ездить в Москву от английского BBC, я ездил, по-моему, три года назад. Толстой, столетие Толстого, три года назад. И там снимали квартиру на Горького, на Тверской. Ну знаете, как-то все-таки просыпаешься, непонятно, где ты находишься. Да, непонятно? Нет, непонятно. То ли Нью-Йорк, то ли это... Потрясающие рестораны, все замечательно обращаются с тобой. А что, собственно говоря? А почему вообще, как бы с другой стороны, почему все время нужно поливать грязью этого... Как его зовут? Путина. То, что говорят... То, что говорят про Путина вообще в российской прессе, немыслимо, на самом деле, совершенно немыслимо сказать про премьер-министра Англии. Таких вещей не говорят. Это лакейское поливание грязью людей, которые занимаются совершенно безнаказанным поливанием грязью чего-то такого или осуждением. Сейчас очень модно все время говорить о том, почему все это получилось. Я больше не могу этого читать, мне когда-то было интересно. Но каждый уже постфактум объясняет, как все, почему все так плохо получилось. Это такое безнаказанное присоседивание к какому-то осуждению. Потому что, если вот этот человек, который поливает грязью Путина, встретится с ним глаз на... А он тут же струсит. Я уверен, что он ничего не скажет. И в этом смысле я думаю, что все-таки Англия в этом смысле реальная страна. Здесь каждый знает, что сколько стоит. Если ты, вообще говоря, хочешь, чтобы тебя принимали в определенных кругах, ты не говоришь какие-то гадости про ислам в целом. Такие вещи не говорятся. Что бы ты ни думал по этому поводу. Или про евреев. Потом налоги надо платить. Земля частная. В России нету частной собственности на землю до сих пор. Поэтому есть некоторая безответственность. Вообще, страна замечательная Россия. Это совершенно безответственная до сих пор страна. И в этом смысле можно делать все, что угодно. Это водочная культура. Выпил. Надо обсудить все. Давай выпьем завтра. Потом завтра похмели. Опять надо куда-то там бежать. Вообще. Ну, я бы сказала здесь, я бы вспомнила здесь, что Володя Ашурков Такое у меня впечатление. Я извиняюсь. Володя Ашурков против этой безнаказанности придумал в качестве соавтора санацию права. Вот такой проект. Ну, расскажите. Если кто не знает, санация права это такой проект, когда мы с экспертами анализируем те одиозные репрессивные законы, которые Госдума принимала за последние пять лет и говорим, какие из них нужно отменить. И в этой работе участвуют известные, достаточно авторитетные общественные деятели Сергей Гуриев, Акунин, Владимир Пастухов, Елена Панфилова. Ира Ясина, по-моему, тоже. Ирина Ясина, да. Но я хотел вернуться вот к тому, что Зиновий сказал о безответственности, но у этого есть другая сторона, это свобода. Москва очень свободный город. Если вам нужно в квартиру провести интернет, вы позвонили, скорее всего, завтра к вам кто-то придет. Если вам нужно купить что-то, поесть и так далее, два часа ночи в Москве огромное количество возможностей, посмотрите на Лондон. И я думаю, что Москва, ну, общественная атмосфера, конечно, изменилась за последние несколько лет, но вот начало двухтысячных Москва, безусловно, становилась жемчужиной Европы, очень интересным городом и для россиян, и для иностранцев. И я уверен, что сейчас эта траектория немножко прервалась, но она, безусловно, возобновится. И Москва засияет всеми своими гранями. Может быть, я немножко как бы у меня... Володя, оптимист у нас. Вот у нас есть пессимист Зинник, умеренный померанцев и ашурков-оптимист. Я толстовец в этом смысле. Россия огромная, богатая, страшно богатая. Страна с огромным количеством очень талантливых людей. Такие гиганты вообще не умирают, они каким-то образом возрождаются. У меня роман выходит в Екатеринбурге, который я думал, что вообще никто не напечатает. Всегда возникает что-то такое, что вдруг опровергает все твои предсказания. Я совершенно не занимаюсь какими-то пессимистическими прогнозами, я просто говорю про некоторую безответственность в том смысле, что в Англии это непрерывная ответственность. Здесь на самом деле очень тяжело жить. Нужно что-то такое, все время куда-то звонить, перед кем-то отчитываться, куда-то платить и все время быть осторожным со своим словом. Это хорошо. К Петру Померанцу у меня вопрос. Сказал Володя, что Москва в нулевые становилась таким бриллиантом европеизированным. Я правильно понимаю? Корония больших европейских мегаполисов. вы жили в это время в Москве, правильно? Вы вот ради этого поехали, ради того, что все как-то ужасно интересно, и почему собственно роман с Москвой закончился? Именно из-за этого, да, это было намного интереснее, чем Лондон, и 23 года ты ищешь безответственность, это было динамичнее, и у меня целая книжка про это, и конечно, да, я туда поехал, потому что это был, если я хотел жить там в Англии в Лондоне 16 века, ну там в Шекспировской Лондоне, или в Нью-Йорке 20-х, ну вот Москва для меня была именно это, а закончилось, закончилось, во-первых, у меня личная жизнь перешла в возраст ответственности, и честно говоря, Москва не идеальный город, когда дети, у меня было уже трое детей, тогда нужно все это, ну то, что русские делают, они переезжают за город, а там, ну только там квартира, и может быть что-то другое в Москве, для меня дети из школы было связано с Лондоном, значит, во-первых, да, вот конец ответственности, безответственности, переходная ответственность, ну тоже уже, я же в медиа работал, в телевидении, и там уже чувствовалось что-то не то, что как-то, это еще не было таким опрессивным, как сейчас, но уже было очень странно, очень странно, и уже понятно было, что это все называлось демократией и свободой, но это было не демократией, не свобода, и это просто отражалось в тех сюжетах, которые я мог снимать, это отражалось в моем карьерном росте, я понимал, что если я хочу делать то, что я хочу делать, я должен работать с Первым каналом, и тогда я увидел этих людей, я понял, ну я поеду домой, в Лондон, спасибо, ну это какие-то очень, ну в медиа уже было понятно, что это не то, ну уже начались про-сталинские кампании начались вокруг войны, я не очень хотел сидеть в офисе, там где сосед мой снимает про-сталинское кино, но это уже было too much, это уже не фан, очень повезло, я в 2010 уже уехал, а если бы еще дальше остался, было бы совсем сложно. Слушайте, вот сейчас вокруг 9 мая прошла такая огромная кампания медийная, и всякие ностальгические такие версии восприятия в конце Второй мировой войны, что-нибудь подобное, я вот страшно извиняюсь, мне правда интересно, как эти дни праздновались в Лондоне, ну 8 мая, да, я понимаю, они вообще как-то праздновались, они как-то, вот какая-то марка, какая-то галочка стояла где-нибудь. Был интересный эпизод, связанный с 9 мая, с такой акцией «Бессмертный полк», когда люди в разных городах. Ну, понятно, что основная манифестация в Москве, но в Лондоне тоже какая-то процессия есть, и в благосфере получил большое такое освещение, активные споры, то, что один молодой человек, который студент, он нес портрет Сталина, и потом дал такое интервью, достаточно про, такое, сталинистское. И вот этот феномен людей, которые живут в Лондоне, вроде в такой цитадели демократии, но тем не менее придерживаются пропутинских взглядов, он, мне кажется, довольно интересен. И я для себя его объясняю тем, что у каждого человека есть какие-то концепции внутри себя, заблуждения. И, безусловно, у многих россиян концепции, они смотрят на свою страну как на империю, а на Запад как некое такое коррумпирующее, разлагающее влияние. И, переехав в Лондон, эта концепция, безусловно, подвергается атаке со стороны того, как устроена жизнь на Западе, в частности, в Лондоне. А людям очень сложно отказываться от вот этих концепций, которые внутри них сидят. И, конечно, они против этого восстают. Но я уверен, что, допустим, уже второе поколение, у них не будет таких вот странных, в принципе, взглядов. И здесь я бы привел пример движения за права гей-сообществ. Ведь, в принципе, в Англии, сколько, 50 лет назад человека, это было преступлением, человека за это осуждали. Алан Тюринг был подвергнут химической кастрации и совершил самоубийство. То же самое происходило в Америке. Движение за права гей-меньшинств, вот там какой-нибудь Харви Милк в Сан-Франциско, очень большое. Когда общество меняется, есть люди, которые очень держатся за старое представление. И это все как пена выплескивается на поверхность, кажется, как будто таких людей много. А потом через несколько лет или там через несколько десятилетий как будто все это отрезает. И сейчас мы видим, что высказываться против геи и браков даже совсем ни Камильфо, ни в Англии, ни в большинстве штатов Америки. Володя, спасибо. Зин, я хотел что-то добавить? Нет, я просто хочу сказать, что все-таки не следует забывать, что была все-таки революция, неважно, кто сейчас вернулся к власти, но все-таки люди оказались как бы в эмиграции в собственной стране. Страна ушла из-под ног. Люди оказались в другом мире, естественно. Речь о России? Я о России, И при советской власти, как мы знаем, переписывалось прошлое, которое, так сказать, все время подперешивалось, чтобы оно устраивало нас настоящее. А при капитализме, грубо говоря, появилось очень много прошлых. Каждый пытается найти хоть какое-то за что-то уцепиться. Это очень человеческая вещь. Я видел, что происходило с эмигрантами, которые были отрезаны. От России полностью в Израиле и в Париже в 70-е годы. Люди выдумывают какую-то Россию. Это один и тот же механизм психологический. Здесь, мне кажется, очень важно поменялось. Мы все время разделяем эти два города, но в принципе уже вот этого момента отбытия и прибытия у многих ушло. Что люди движутся туда-сюда? У Володи исключение. Вот эта идея эмиграции и миграция, она в принципе закончилась в 21 веке. Люди просто двигаются. Это даже не мигранты, что очень драматично, просто такой некий миг. И когда ты это делаешь, и Лондон одна из городов, которые так функционируют, это не Нью-Йорк, там, где ты приезжаешь и становишься англичанином. Англичанином? Англичанином. Это абсурд идея. В Нью-Йорке строишься американцем. А приехать в Англию и стать англичанин Город 20 века, 19 века. А Лондон, Сингапур, Дубай, это города 21-го, там, где ты приезжаешь какое-то время и уезжаешь. Никто не ожидает, что ты станешь англичанином. Нет никакого механизма для этого. Идея интеграции смехотворная. И люди приезжают, они живут в своих медийных бабах, они смотрят первый канал, фейсбук свой и так далее. Они совершенно живут в русском мире, просто у них здесь там квартира или какие-то бизнес-связи. Оказывается, во втором поколении тоже нет. Не происходит интеграция пока во втором поколении. Люди не становятся британцами в высших слоях, те, которые двигаются. Те, которые бедные, становятся, у них нет выбора. А те, которые богатые, нет, они здесь живут пару лет, потом что-то в Швейцарии, потом что-то в Москве. Они живут в своем медиапространстве, в которой они себе выбирают и в своей сфере ностальгии себе выбирают. Это не то, что какая-то травма, которая пройдет, это вот такой бабл, ты в нем живешь и носишь его с собой как такое... Я думаю, это еще отыграется, все-таки это зависит от поколения. Когда я выезжал, для меня это был религиозный акт. Этого уже не отнимешь. Этого уже не отменишь. Это был как переход в другую религию. Я считал, что я уже никуда не вернусь и я должен встать. Англичанином встать невозможно. Англичанин нужно родиться, это как евреем стать. Невозможно стать англичанин, должен родиться англичанин. Можно стать британцем. Придумана новая концепция для этого британец. Да, но она ничего не означает. Она ничего не означает. Она пустая совершенно. Она абсолютно ничего не означает. Из-за этого я очень люблю. Она же такой кто-то. Я британец. Она ничего не означает. Но, Петр, вас сюда насильным образом привезли. Не, я выбрал. Там мне было 9 месяцев и заставил своих родителей переехать в Лондон. Я сказал, все. Это как моя дочь. Она наконец-то поняла, что ее насильственным образом привезли сюда. В то время как я приехал добровольно. И вот этот момент добровольности он накладывает какие-то обязанности. Не зная насчет этого пузырика, в котором каждый живет. Все-таки в конечном счете это отыгрывается, пребывание. Тем более Англия, мы вот говорили об ограничениях. Ограничения же, это все-таки театр такой. Например, действительно, в Москве можно купить все 24 часа в сутки. В Англии до последнего времени, лет 15 лет, максимум 20 лет, лет 15 назад отменили license time в пабах. Пабы закрывались. Я привык к тому, что пабы закрываются с 3 до полшестого, а по воскресеньям с полвторого до 7. Туристы вообще не понимали, что им делать. Они хотели как бы выпить. Закрыты. Поэтому англичане стали создавать частные пятийные клубы. Они снимали в Сохо комнату с небольшим баром. И это называлось afternoon drinking club. И туда действительно надо было платить как бы минимальные членские взносы. И это создало чуть не фантастическую особую культуру. Там был легендарный колонирум, которому я принадлежал. Это Франсис Бейкон. Все они... Вот эта вот вся как бы богема, которая совершенно специфической жизнью жила, оторванная от всего происходящего, она возникла именно из-за этих ограничений. И может быть отсутствие как бы ограничений приводит к тому, что в России все вот так вот как бы мешается, как в бетономешалке. С одной стороны отсутствие ограничений, а с другой стороны те ограничения, из-за которых Володя Ашурков оказался в Лондоне. И вот можно я спрашиваю... Это довольно больной вопрос. Но это касается полпроцента людей. Но вопрос, если можно, скажите, как вы это чувствуете? Потому что мы услышали две версии частной жизни про эмиграцию. Ваша история, она же очень, ну как сказать, она очень специфическая и она... Актуальная. Актуальная. Она действительно очень актуальная. Вы ее ощущаете как трагедию в своей жизни или как возможность, что вы можете влиять на ситуацию в России, что вы вернетесь в Россию, что будущее как-то ну не закрыто с этим отъездом. Вот что я имею ввиду. Ну будущее я думаю ни у одного человека не закрыто. Мне кажется это для меня, для нашей семьи это такой определенный этап, очень интересный этап. Я очень рад, что оказался в Лондоне. Мне кажется Лондон это город будущего, это такой вот глобальный мегаполис, очень удобно устроенный для людей. и вот перед передачей мы говорили с Еленой какие есть недостатки у Лондона. Я так стал прикидывать, ну как-то глупо и наивно говорить о том, что там какие-то проблемы в NHS. Для меня она всегда обычно работает. Глупо говорить о том, что все дорого, окей, переместись куда-нибудь в английскую глубинку, а с другой стороны Лондон дает много возможностей заработать. И я безусловно рад, что так судьба меня занесла в Лондон. Это очень отличается от того, я наверное начал ездить в Лондон, поскольку работал в финансовой сфере в конце 90-х. И город на меня безусловно удручающее впечатление производил. Все дорого, идет дождь постоянно, комнаты в гостиницах маленькие, лифты с вот этими вот решетками, поесть, ну не было такого разнообразия безусловно с точки зрения общественного питания как сейчас. А сейчас живи и радуйся. Свобода в Лондоне в клубе открытой России. Лондон и Москва. Два мегаполиса, две столицы, полюса Европы. В разговоре принимали участие писатель Зиновий Зинник, журналист Петр Померанцев, общественный деятель и предприниматель Владимир Ашурков. Совместный проект радио Свобода и открытой России вела программу Елена Фанайлова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова